Тридцать лет назад Тогда его назвали землетрясением века. На помощь пострадавшим советское правительство направило в Перу продукты, медицинское оборудование, военный госпиталь. Был установлен авиамост Москва-Лима. Из добровольцев срочно сформировали молодежный медицинский отряд. К сожалению, наша экспедиция началась с трагедии. 18 июля 1970 года ТАСС сообщил, что в результате поисков, проводимых в водах Атлантики, установлено, что самолет «Антей», направлявшийся в Перу, потерпел катастрофу. Все 22 члена экипажа и врачи, находившиеся на борту, погибли. Для нас это был страшный удар. Любой из нас мог оказаться в этом самолете. Близ разрушенного города Лорас, там, где расположились госпитали, наш палаточный лагерь, своими силами мы воздвигли памятник. 22 товарищам, погибшим в авиационной катастрофе на пути в Республику Перу. Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали, помня о вас. Землетрясение разрушило города и селения. Погибли 70 тысяч, ранено около миллиона жителей. Наш отряд высадили в эпицентре землетрясения в провинции Анкаш. В отряде 55 человек из разных городов тогда еще Советского Союза, в том числе 8 девушек. Врачи всех специальностей. Фельдшеры, санитары. А я был в то время студентом и потому работал в отряде санитаром. За 100 дней и ночей бойцы отряда, разбившись на самостоятельные группы, по 4-5 человек, побывали в 60 поселках, провели 10 тысяч вакцинаций, оказали помощь 45 тысячам больных и раненых. Ни ранее, ни позднее я не встречался с такими таинственными болезнями, как, например, перуанская бородавка, при заболевании которой каждый второй европеец умирал. С тех пор прошло 30 лет. За прошедшие три десятилетия судьбы бойцов отряда сложились, естественно, по-разному. Но, как правило, счастливы. Виталий Башилов. Он приехал в Перу после окончания Калининского медицинского института и двух лет работы хирургом в районной больнице. Сегодня он заведует отделением хирургии в ЦКБ, Центральной клинической больнице, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии. За его плечами более 5000 операций на печени, желудке, щитовидной железе и других органах. Он автор 150 научных работ и 8 авторских свидетельств и изобретений. За внедрение в хирургии лазерного скальпеля было достоин Государственной премии СССР. Виталий, как член Международного общества хирургов, принимал участие в конгрессах в Мексике и Италии, Австрии и Гонконге и других странах. Ко всему, что я перечислил, могу добавить и его человеческие качества. Обязательность, верность дружбе, готовность прийти на помощь товарищу в любую минуту и его юмору. Или вот Лена Маркова. Тогда в Перу она была комсомолкой Леной Роговой. В отряде работала санитаркой, медсестрой. Напрямую соприкасалась с такими смертельными болезнями, как мною упомянутая перуанская бородавка или поцелуйный клоп. Одним словом, мужественная девушка, прекрасный товарищ. Кстати, в Перу она подружилась с врачом из Чебоксар, тоже студентом, Виктором Марковым. И по возвращении на родину они поженились. После Перу Лена Маркова несколько лет проработала в Гвинеи, преподавала в Канакрийском медицинском институте. Сегодня Лена кандидат наук. Заканчивает докторскую диссертацию. Работает в медицинском центре российских авиалиний. Так сказать, тренирует и оздоравливает летный состав. Людмила Сарцова. Еще одна девушка из нашего отряда. В Перу она делала прививки, ассистировала на операциях, выполняла разную работу, но уже тогда была склонна к преподавательской и организаторской работе. Проводила многочисленные занятия по подготовке санинструкторов из местной молодежи. Люда, можно сказать, родилась учителем. По возвращении на родину она погрузилась в проблемы становления здравоохранения в нашей стране. Три монографии, более 140 научных работ по вопросам здравоохранения. Участвовала в становлении факультета управления здравоохранением медицинской академии. Людмила Сарцова, профессор, доктор наук. Просто и доходчиво она может объяснить студентам сложнейшие темы. С докладами о высшем медицинском образовании она выступала в Греции и Болгарии, Голландии и США. Вот таких, можно сказать, выдающихся врачей-ученых вырастил наш дружный коллектив. Все эти годы перуанцы не забывали о бескорыстной помощи, пришедшей из России. И спустя 30 лет пригласили представителей нашего отряда в Лиму. Я, к великому сожалению, не смог присоединиться к моим друзьям, так как должен был уйти на Маврикий, оперировать больных с ишемической болезнью сердца. Делегация состояла из шести человек. О троих я вам уже рассказал. Вместе с ними полетели руководители нашего отряда Илья Комаров и Константин Гадокчан, а также режиссер-оператор, автор двух документальных фильмов о землетрясении и работе нашего отряда, наш отрядный летописец Владлен Павлович Трошкин. Жаль, что он всегда оставался за кадром. Ребята рассказали, что за 30 лет столица подросла, центр города европеизировался, застеклился. Я гляжу на экран и завидую моим коллегам. Не удалось мне пройти по улицам Лимы, вспомнить былое. Перуанское правительство выделило самолет для полета делегации в горный район Черных Кордильер, где мы тогда работали. В нескольких километрах от нашего лагеря возвышалась гора Уаскаран. Гора Убийца, как ее прозвали поздно. Это от нее при землетрясении откололась гигантская глыба весом в 80 тысяч тонн. И с высоты 6 километров со скоростью курьерского поезда понеслась вниз на город Юнгай, расположенный у ее подножья. Из 25 тысяч уцелело всего 183 жителя. Оставшиеся в живых не ушли, а стали восстанавливать свой Юнгай, Помпею 20 века. Средств мало. Даже на восстановление храма не хватило. Построили лишь фасад. Вот он виден вдали. Бог обрушил на нас несчастье. Но пришли другие боги. Красивые и добрые, чтобы спасти нас, говорили они. Жители Юнгая трепетно хранят память о советских врачах, лечивших их от болезни. Наши врачи стали почетными гражданами городов Юнгай, Мато, Манкас. Их имена занесены в золотую книгу почета города Уараса. В год 30-летия перуанское правительство наградило наших врачей высшей наградой страны. Почетным орденом за особые заслуги степени командора. Вот видите, какой он большой и красивый. В президентском дворце в Лиме министр иностранных дел Фернандо Троссеньи по поручению президента вручал эти награды. А в Москве Эту миссию возложили на перуанского посла Доминго до Фьена Гондальфу. Дорогие друзья, ровно 30 лет назад, 7 октября 1970 года, наш молодежный медицинский отряд направлен в Перу вернулся в Москву. Отряд полностью выполнил поставленные задачи и в полном составе вернулся на родину. Дамы и господа, позвольте мне от имени награжденных врачей из их разрешения выразить глубочайшую признательность президенту Перу и вам, господин посол, лично за такую высокую награду, которую мы получили из вас, из ваших рук в сердце нашей страны. Наши сердца переполняют сегодня и печаль, и радость. Печаль, потому что мы вспомнили, на нас нахлынули эти воспоминания 30-летней давности, когда мы попали в великолепную, прекрасную, красивейшую страну мира и увидели эти несчастья, которые случились здесь, землетрясения. Фильм, как вы помните, начался с открытия памятника летчикам, погибшим в водах Атлантики. Так вот, Люда Сырцова привезла землю от его подножья, чтобы соединить ее с русской землей у памятника на Новодевичьем кладбище. На эту печальную церемонию пришли оставшиеся в живых летчики, те, кто установил тогда воздушный мост Москва-Лима. Тридцать лет назад отряд возвратился домой и с тех пор каждый год в первую субботу октября члены отряда собираются, вспоминают, радуются счастью общения. Сегодня в отряде 5 академиков, 16 декторов наук, 15 кандидатов. Впечатляет, не правда ли? Все эти годы отряд живет по законам человечности, долга и высокого профессионализма. Наши дети, а теперь уже и внуки, впитывают традиции отряда. Присутствуют на наших ежегодных встречах. Мне очень хотелось бы поделиться с теми эмоциями, которые навеяла ваша встреча. Диалектика двух понятий, я и мы. В современное время дало свободу каждой личности, и каждый может себя ощутить с большой буквы «я». Но утеряна, на мой взгляд, и очень серьезная ситуация «мы». И тот комсомол, который был у нас с вами, его так не хватает моим детям. Они научились понимать, что такое «я», но, к сожалению, они пока не знают, что такое «мы». Вот сегодня вы, присутствующие здесь, вместе, это одно, единое «мы». Развиваясь, постигая новые высоты, мы не забывали то хорошее, что было у нас за плечами, чтобы лучший опыт брали с собой в будущее. И мне кажется, в нашем прошлом один из самых нужных и важных опытов это ощущение локтя товарища рядом и ощущение нашего «мы». «Московских улиц леты» «С Москою радуются москвичи» «Пускай сегодня мы еще студенты» «Мы завтра настоящие врачи» «Ом. «Постой» «Москвою растают» МОСКВИЧИ Пускай сегодня Мы еще студенты Мы завтра Настоящие в России Вот и все, что я хотел вам сказать Продолжение следует